Эта история Леонидом лично для тех, кому небезразлична наше прошлое. Столетия назад, в такие же августовские дни 1918 года, Россия и Америка разорвали дипломатические отношения. Американские войска высадились на русском Дальнем Востоке. И считается, что именно с этого момента началось противостояние двух держав. Именно тогда зародилась ненависть и враждебность, которые сопровождают нас уже многие десятилетия и кажутся уже совершенно естественным. На самом деле, все было не так. Столетия с лишним назад Америка не воспринималась, вовсе не воспринималась, как главный враг России. А в Соединенных Штатах тогда, напротив, приветствовали революцию в России. Отношения наши значительно сложнее, чем мы можем предположить. Это с европейскими соседями, дальними и ближними, накопилась к моменту революции 1917 года уже большая история войн, конфликтов, противоречий. Даже если с кем-то вступали в союз, как скажем, накануне Первой мировой войны, то все равно не могли забыть прошлое. А с Америкой этого дурного прошлого не было. Америка далеко с ней, Российская империя не воевала. Напротив, когда в Америке началась революция, когда американцы восстали против британской короны, то в России, естественно, этому только радовались. А американцы были готовы налаживать отношения с Россией. Первое торговое судно из Америки вошло в Кронштадтский порт в 1763 году, а в 1824-м подписали Первую конвенцию. Николай I, который считается таким реакционером, утвердил в 1832 году торговый договор между Россией и Америкой. Он просуществовал 80 лет, и страны прекрасно торговали между собой и не ощущали никакой враждебности. Мы всегда с вами говорим о грузе истории. Так вот, не было никакого груза исторического, который бы намешал развивать отношения между двумя государствами. Потом Америка вступила в Первую мировую войну на стороне Антанты, которой принадлежала и Россия. Естественно, когда новое государство вступает в войну на твоей стороне, ты испытываешь не самые добрые чувства. Это было вступление Америки в войну, предвестием скорой победы над государствами Четверного Союза. Более того, американцы демонстрировали всяческую симпатию к России. Американский посол Фрэнсис, назначенный президентом Вудро-Вильсоном, написал из Петрограда своему президенту, что Россия в разгар Первой мировой войны является государством, куда лучше всего вкладывать американские деньги. То есть, американцы оценили тот потенциал, который был у российской экономики в результате реформ, проводившихся в начале 20-го столетия. Америка приветствовала революцию. Американцы считали русскую революцию 17-го года продолжением своей собственной. Они искренне, те, кто следил за событиями в мире, искренне радовались тому, что в России избавились от императора и начали строить демократическую республику. Более того, американский президент Вудро-Вильсон, человек, который хорошо разбирался в мировых делах, в отличие от некоторых своих коллег по Белому дому, он профессор университетский, он знатолка истории, приветствовал взятие власти большевиками. Наверное, единственный из лидеров крупных западных держав, который действительно был рад тому, что большевики взяли в власти, его обращение к России, и так понравилось большевикам, что его перевод на русский язык опубликовали в газете «Известия», главной официальной газете советской власти. Американский посол был дуоеном дипломатического корпуса, он 1 января 18-го года устроил встречу всех иностранных послов, которые были в Петрограде, с Владимиром Лениным, главой советского правительства. А что же произошло потом? Почему потом начали рушиться эти отношения? Конечно же, из-за сепаратного мира с Германией. А большевики, придя к власти, исполнили свое обещание, которое они дали собственным солдатам немедленно прекратить войну. Обещание немедленно прекратить войну, вернуть солдат домой, было, пожалуй, главным обещанием, которое позволило большевикам взять власть. Когда первый руководитель советской внешней политики, Лев Троцкий, обратился к государствам Четверного Союза, то есть Германия, Австрия, Венгрия, Турция и Болгария с предложением начать мирные переговоры, то для союзников России по Антанде это был неприятный сюрприз. Сначала был подписан между Петроградом и государствами Четверного Союза договор о прекращении боевых действий. И тогда руководители американской военной миссии в России просили Троцку хотя бы обязать своих партнеров немецких не перебрасывать войска с Восточного фронта на Запад. Потом, когда в марте был подписан Брестский мир, печально знаменитый Брестский мир, который, с одной стороны, покончил с войной, и действительно Россия вышла из войны, и солдаты могли вернуться домой, но, с другой стороны, означало чудовищные территориальные и другие потери для России, то для западных держав, союзников, еще недавних союзников России это был тяжелейший удар, потому что немецкие войска с Восточного фронта стали перебрасывать на Западный фронт. И кайзеровская армия в 1918 году начала свое последнее наступление, поначалу оно развивалось очень успешно, опять немецкие войска дошли до Парижа, и в какой-то момент союзников по Антонте охватило отчаяние. Именно тогда отношения между западными державами России по существу были разорваны. Посольство покинули Петроград, сначала там в Вологду перебрались, потом они отправились на север, потому что западные державы были обеспокоены вотчем. Немецкие войска наступают, занимают все большую часть российской территории, а в северных портах, в Мурманске и Архангельске, скопилось большое количество оружия, боеприпасов, военного снаряжения, которые союзники по Антонте отправляли в Россию, чтобы российская армия, русская армия могла воевать против немцев. И союзники испугали, что все это огромное имущество попадет в руки кайзеровской армии. Тогда было принято первое решение об интервенции. Там высадились войска союзников, и туда отправились иностранные посольства. Вот когда началось то, что вошло в нашу историю как интервенция, вмешательство западных держав в судьбу России. Что интересовало западные державы? Их интересовало первое, самое простое, чтобы все военное имущество, которое они поставили для русской армии, не попало в руки немцев. А потом они решили поддержать те русские политические силы, которые обещали продолжить войну. Россия тогда раскололась на сторонников большевиков и противников большевиков. Противники большевиков формировали Белую армию, и вожди Белой армии обещали союзникам по Антанте, что они не только покончат с большевиками, но главное продолжат Первую мировую войну и помогут им сокрушить Германию, Австро-Венгрию, Турцию и Болгарию. И это имело большое значение для союзников, поэтому стали помогать. Стали помогать Антону Ивановичу Деникину в европейской части России и адмиралу Колчаку на Дальнем Востоке. На Дальнем Востоке, в Владивостоке, скопилось огромное количество тоже военного снаряжения, оружия и боеприпасов, которые тоже предназначались для российской армии. И союзники испугались, что все это военное имущество, большевики просто продадут кайзеровскую армию. И тогда было принято решение странами Антанты высадиться на Дальнем Востоке, чтобы взять под контроль все эти запасы и не допустить того, чтобы они были отправлены немцам. Горячим сторонником этой высадки была Япония. Надо понимать, что в событиях, которые будут происходить, огромную роль играли колоссальные амбиции императорской Японии, для которой Первая мировая война была невероятным подарком. Остальные страны, участвовавшие в Первой мировой войне, несли тяжелейшие потери. Для них это было страшным испытанием, которое определит их жизнеощущение и политику в течение ближайших десятилетий. А для Японии участие в Первой мировой было подарком, потому что она ни с кем не воевала, в свои войска, естественно, на Западный фронт не отправляла, а зато получила возможность для экспансии. Сначала она выбила немцев из тех колоний, которые они завели на территории Китая, и сама высадилась на территории Китая, а уже к тому времени колонизировала Корею, и теперь перед Японией открывалась возможность высадиться на Русском Востоке и там остаться. Таковы были замыслы японского командования. Там сначала высадилось несколько тысяч солдат, а к концу года там было уже 75 тысяч японских солдат и офицеров. Америке это не нравилось. Вудро Вильсону это не нравилось, потому что тот конфликт, который потом в 41-м году приведет к войне между Японией и Соединенными Штатами, созревал уже и тогда. И Вудро Вильсону очень не нравилось мысль о том, что японские войска высадятся на Русском Дальнем Востоке и попытаются его оккупировать. Но другие союзники по Антантии считали, что это правит. Даже главный враг – это большевики. Надо во что бы то ни стало покончить с большевиками, покончить с Первой мировой войной, а уж с японцами потом разберемся. И вслед за японцами на Дальнем Востоке высадились и американские войска. Теперь мы располагаем всем набором документов внутренних, которыми обменивались американские офицеры, находившиеся на Русском Дальнем Востоке с своим командованием. И из этих документов видно, что американские солдаты не очень понимали, что, собственно говоря, они там должны делать. Японцам все было ясно. Японцы поддерживали местных властителей, таких как атаман Григорий Михайлович Семенов, который в какой-то момент контролировал огромную часть страны, поддерживали этих местных, все бы сказали, наверное, полевых командиров, которые контролировали российскую территорию. Видимо, строили большие планы, что кто-то из них, скажем, тот же Семенов, станет подлинным властителем Русского Дальнего Востока, и он стал японским протекторатом. Во всяком случае, японские офицеры на торжественных мероприятиях говорили, что скоро имя атамана Семенова станет таким же известным, как когда-то имя генерала Бонапарта, ставшего Наполеоном. Атаман Семенов искренне верил в то, что японцы помогут ему утвердиться, и в какой-то момент действительно ощущал себя властителем колоссальной территории. Помогали адмирал Колчаку, хотя Колчак как раз японцев не любил и боялся. В общем, у Японии были большие планы, а у американцев таких планов не было. Им скорее всего пугала. Пугала экспансия Японии. Второе, это Вудро Вильсон понимал лучше других, он говорил об этом, что наше вмешательство только, пожалуй, ухудшает ситуацию, поскольку русские приходят к выводу, что мы все только мешаем им устроить собственную судьбу. Несколько лет там пробыли американцы, потом в 1920 году вышли довольные, что они могут покинуть российский Дальний Восток, поскольку собственных интересов у них там не было. А вот японцы-то покидались с трудом, цеплялись до последнего, потому что все им казалось, что они могут там зацепиться и каким-то образом расширить границу своей империи. Но так или иначе отношения между Соединенными Штатами и Россией были разрушены. Разрушены они были не только из-за того, что Россия заключила сепаратный мир с немцами и тем самым позволила немцам перебросить войска с Восточного фронта на Западный, из-за чего союзники понесли большие потери, но из-за того, что происходило под властью большевиков. Конечно, сильнейшее впечатление произвел разгон учредительного собрания. Учредительное собрание, избрание, в которое продолжалось достаточно долгое время, в 1917 году, было избрано самым демократическим образом и во всем мире воспринималось как единственный законный орган, представляющий интересы всего народа. Когда большевики в 1918 году разогнали учредительное собрание, это произвело тяжелейшее впечатление. Потом гражданская война, репрессии. Все это сформировало отрицательное отношение к режиму большевиков. И гражданская война закончилась, но восстанавливать дипломатические отношения Соединенные Штаты не хотели, потому что, формулируя свою позицию так, большевики вовсе не представляют всю массу русского народа, поэтому подписывать с ними соглашение о восстановлении дипломатических отношений не представляется возможным. Что не мешало торговле? Америкой воспринималась Советская Россия как самый перспективный экономический партнер. И Ленин с удовольствием говорил о том, что мы, конечно, готовы со всеми странами торговать, но в первую очередь с Америкой. И американских промышленников встречались в России, в Советской России с подсчетом, и с удовольствием соглашались на какие-то концессии, можно сказать, заманивали их. И Сталин говорил, что вот Америка самые подходящие для нас экономические партнеры. В 1924 году создали Амторг, такую акционерную фирму по торговле, которая взяла на себя все экспортно-импортные операции. И несмотря на отсутствие дипломатических отношений, торговые отношения развивались очень успешно. Что интересовало Советскую Россию? Во-первых, сельскохозяйственные оборудования закупали в огромном количестве трактора и комбайны. Первые советские тракторы, там Форзон Путиловец, производились по американской лицензии. Потом покупали оборудование для нефтеразведки и нефтедобычи, поскольку стали развивать нефтяное дело. Покупали целые заводы. С помощью американцев и Днепрогресс построили, и Сталинский тракторный, и многие другие заводы. Все это сыграло важную роль в развитии экономики. И Соединенные Штаты, как раз в отличие от других стран, к которым накопились исторические претензии, о чем мы с вами всегда говорим в этом историческом наследии, Соединенные Штаты в 20-е годы совершенно не воспринимались как враждебное государство. А ситуация в самой Америке изменилась. Кроме того, помнили, как в разгар голода тяжелейшего именно американцы пришли на помощь. Когда был страшный голод, то президент Вильсон назначил Герберта Гувера уполномоченным по оказанию помощи. Герберт Гувер, который сам станет президентом, человек, который пробился в жизни и добился абсолютно всего, воздал американскую помощь Советскому Союзу, Советской России. В какой-то момент в Россию просто отправили продовольствие и добровольцев, которые занимались распределением этого продовольствия. И в какой-то момент кормили миллионы людей, спасли их от голода. Ну, сначала хотели спасти только детей, кормили детей. Кормили их тем, чего дети вообще никогда не видели. Какао им наливали, рисовую кашу, что-то еще. Потом увидели, что голодают не только дети, но и их родители. Стали кормить их родителей. А параллельно увидели, что нужно делать прививки. Делали прививки, оказывали медицинскую помощь. Это было огромным событием, которое прежде всего спасло жизни миллионов людей. Американцы делали это с удовольствием, считая, что они исполняют свой долг. Единственное, что мы теперь можем почитать, вспоминать этих добровольцев, которые поехали в Россию. Их поражали замечательные чиновники. Американцы не могли понять, как этот чиновник может украсть продовольствие, предназначенное для голодающих детей. Так вот, ситуация в Америке менялась. И когда в 1933 году президентом стал Франклин Делану Рузвельт, то он более всего был обеспокоен событиями, происходящими в Германии. Вот одним из первых осознал опасность, исходящую от Адольфа Гитлера. И одним из первых задумался о том, что надо сплотить все силы против гитлеровского фашизма. И Франклин Делану Рузвельт предложил Советской России, Советскому Союзу начать переговоры о восстановлении дипломатических отношений. Он, как положено, написал письмо формальному главе советского правительства, председателю ЦИК Михаилу Ивановичу Калинину, с предложением прислать дипломата для ведения переговоров. И Сталин отправил в Соединенные Штаты наркома иностранных дел Максима Максимовича Литвинова, что был удачным выбором. Помимо всего прочего, Литвинов прекрасно говорил по-английски, что позволяло ему вести переговоры напрямую. Переговоры с ним вел сам президент, сам президент Рузвельт, не полагаясь на своих чиновников из государственного департамента. Проблем было несколько. Проблемы были связаны с долгами царского правительства американцам, долги большевистское правительство отказалось платить. Проблема была связана с ненавистью большевиков к религии, к церкви, которую они уничтожали, а американцы – набожные люди. Проблемы были связаны с тем, что советская власть поощряла деятельность коммунистического интернационала, который обещал провести коммунистические революции по всему миру. Ну, в общем, достаточно быстро удалось договориться, потому что Рузвельту хотелось наладить эти отношения, чтобы Советский Союз был в одном лагере, противостоящем Гитлеру. А Советскому Союзу, конечно, хотелось наладить дипломатические отношения с ведущей капиталистической державой, главным экономическим партнером того времени. Переговоры были сложными. Рузвельт жаловался жене, что разговаривают с Литвинова. Это все равно, что лечить зубы без наркоза. Литвину тоже было тяжело, особенно когда речь зашла о том, что Рузвельт, представлявший набожную Америку, требовал, чтобы, конечно же, священникам разрешили исполнять свой долг, чтобы священников не преследовали. И он говорил Литвину, ну, послушайте, Макс, ну, ведь вы же такой же человек, как все. Я уверен, что вам папа с мамой когда-то объясняли, что такое религия, что такое Бог и насколько это важно. Ну, послушайте, Макс, когда придет ваша очередь умирать, вы что, будете к Максу в мыслях своих обращаться, к Богу, как и все остальные? И говорят, что Максим Максимович был весь красный и не знал, что ответить. В общем, договорились. Дипломатические отношения были восстановлены. Вернувшегося на родину Максима Максимовича Литвинового Сталин отблагодарил дачи, на которой нарком будет жить до конца своих дней. Начался новый период отношений между Соединенными Штатами и Советским Союзом. И все эти годы, 30-е, это тоже были вполне партнерские отношения. Потому что, еще раз скажу, ничего дурного исторического багажа еще не было. Всякие осложнения начнутся в 39-м году, но и они будут быстро сняты, потому что во Второй мировой войне были союзниками Соединенные Штаты и Советский Союз. Холодная война. Вот что разрушит наши отношения с Америкой. Вот тогда начнется воспитание ненависти, враждебности, полнейшего неприятия. И поскольку продолжалось это долгие годы и десятилетия, то груз этот засел, этот исторический груз, избавиться от которого крайне сложно. Вот что по-настоящему определяет климат наших взаимоотношений. А вовсе недалекие события августа 1918 года. Тем не менее, мы должны их вспоминать, потому что прошлое позволяет понять день сегодняшний, чем мы и с вами будем заниматься. Но, чтобы не пропустить, ставьте лайки под этим видео, подписывайтесь на мой канал в YouTube. Субтитры сделал DimaTorzok